Радио 54 В вашем театре помимо самих спектаклей, помимо репертуара, что есть вашего оптимистического? Какие-то традиции, какие-то ваши общие, что-то в внутрях какой-то вы привносите в тех разных актеров, которые к вам приходят? Что-то из них делаете свое такое внутреннее, закулисное такое? Ну, это как бы априори должно совершаться, но не всегда получается. Ну, потому что каждый актер индивидуален, да, и, ну, находим общий язык, находим, так сказать... Какими средствами вы пытаетесь их настроить на свою оптимистическую волну? Ну, это, ну, во-первых, сами пьесы, да, своим примером, естественно, я пытаюсь, так сказать, поддержать атмосферу, так сказать... Вы не строгий режиссер, не ругаетесь, не кричите? Нет, нет, я совершенно не строгий, я всегда иду от актера, потому что, если я начну ломать, и, как обычно делают сейчас наши режиссеры, как бы, они склонны самоутверждаться в этом плане, так сказать, и вот ломают, так сказать, актера под себя, под свое, так сказать, видение... Еще отрепетировали сцену, да, на следующий день приходит режиссер и говорит, так, все, вот это все мы забываем, все убираем, значит, по-другому делаем, да? Да, примерно, примерно так, да. Ну, там обычно, так сказать, все, как бы, к форме, к форме, так сказать, настолько притягивается, что актеры становятся какие-то немножко неживые, скажем так, да, то есть выполняющие какую-то функцию определенную, да? Просто как будто бы делают работу, да? Да, но это не все, естественно. У нас, кстати, слава богу, в Новосибирске много режиссеров и постановок, где действительно живые актеры, по-настоящему, так сказать, проживающие, по-настоящему живущие на сцене и приносящие, так сказать, правду определенную, эстетическую и художественную правду. Вы планируете со временем набрать постоянную труппу? Да, вот сейчас сессионные, получается, актеры. Ну, я бы так сказал, желание есть, но, как говорится, у пана Тамана нема золотого запаса, поэтому хлопчики... Неизвестно, когда это случится. Не очень, так сказать... Так, пользуюсь своим служебным положением. Театру Энергия нужен спонсор, друзья, если вы знаете таких людей. Да, давайте, ребята, помогайте. Давайте вместе набирать постоянную труппу. Да, коллективом. Ну, а если бы фантазировать, где бы вы брали актеров? Объявили бы кастинг, пошли бы в театральный институт или бы начали бы вербовать из других театров, из других городов? Так многие делают. Да, это очень такой вопрос сложный, но, наверное, скорее всего, так сказать, нашего театрального что-то. Нравится работать с молодежью или уже с оставшимися артистами? Ну, желательно, конечно, со старшими, потому что с ними проще, они понимают профессию, их не надо долго объяснять. Экономят время. Да, экономят время. Достаточно задачу поставить, и он пошел и сделал еще лучше, чем ты сам думал об этом, понимаете. Поэтому разные могут быть источники. А детей нельзя брать в театр? Почему-то обычно же всегда взрослые актеры играют ребенка. Неужели это прям совсем не детское занятие? Не, ну почему? Можно взять, но если это необходимо, без этого нельзя просто обойтись. Ну, конечно, у нас играют девочки и мальчики в театрах. Просто они вырастают быстро. Представящие премьеры какие в театре? А вот, представляющие же Баба-Яга. Две. Да, две Баба-Яги, то есть две Баба-Яги. И та самая Корсиканка. Это вы ставите Корсиканку? Да, это я ставлю. Баба-Яга – это сказка? Это сказка. Две Баба-Яги. Это для детей репертуар? Для детей, да. Шести плюс. Ну, да и Яковлев – человек очень талантливый и наверняка сделает так, чтобы и взрослые смотрели с удовольствием эту сказку. Там, наверное, Баба-Яга добрая. Одна, наверное, добрая, вторая, наверное, не расскажу. То есть вы не против, чтобы на просторах вашего театра ставили в спектакли и другие режиссеры, и вы собираетесь такое практиковать? Да. Я, в принципе, так сказать, у меня желание такое, чтобы создать такую некую платформу для творческих людей нашего города. Дело в том, что наш город настолько уже хочет вырваться из своей оболочки, потому что настолько много талантливых и творческих людей в нашем городе, и композиторов, и режиссеров, и художников. Ну, какой-то потолок вот, да? Да. И вот где-то вылететь как-то очень трудно, понимаете, в чем дело. И вообще бы здорово было, если бы нас на базе нашей киностудии или кинохроники, не знаю, где они, создали киностудию. Вот бы там настолько бы народ смог бы реализовать себя в этом плане, так сказать, творческом. Вот. И, конечно, бы, я не боюсь приглашать, вот если кто-то предложит, так сказать, себя и хорошую пьесу, пожалуйста, я с удовольствием... Мой телефон 8-900, да? Да, да. Ну, он там на страничке есть, кому надо, тот найдет. Радион 54 Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.